Добрый вечер. Ох и неладно же у нас в космосе. Спутники падают на дно Тихого океана. Голонас тычется в неведении. Ракеты валятся под куст, в дребезги пополам в мелкие клочки. Даже знаменитый прогресс М, отработавший 30 лет на орбите. Безупречная техника. И тот, к сожалению, улетел под откос. Все, не летает. Разучился. 30 лет летал, разучился летать. Нам как-то очень непривычно осознавать, что развал страны во всех смыслах, не только в экономике, забрался так высоко. Понятно, что на Волочкову, на Саяно-Шушенскую ГЭС, ради которой мы, собственно, перекрывали НИСИ, мы давно не рассчитывали. Но хоть в космосе еще немного верили. Хоть в космосе мы еще немного на что-то надеялись. И вот чтобы понять масштаб беды, оценить параметры горя и глубину деградации отрасли, не хватало какой-то вот самой малости. Небольшого такого фактического довеска, положенного на чашу весов, чтобы сразу картина была более ясной, чтобы она прояснилась. И, наконец-то, пазл сложился. Правда оказалась пародией. Суть оказалась сатирой. Гротеск получился невиданным. Оказывается, в космосе у нас все настолько же плохо, как и на автовазе. Развал таков, что на должность спасителя космической отрасли совершенно не стыдно позвать генерального директора дважды автомобильного завода Игоря Комарова. Данная затея с космосом, опекаемым Дмитрием Рогозиным, она подразумевает разделение дорогущего федерального космического агентства, которое у нас называется для краткости Роскосмос, с бюджетом по прошлому году в 144 миллиарда рублей на две сверхдорогие структуры. У нас теперь останется грандиозный Роскосмос с чудовищным бюджетом и будет создана ОРКК. Это такая объединенная ракетно-космическая корпорация. Документик о ней лежит на столе у Путина, осталось только подмахнуть. Значит, вот этой первой, которой Роскосмос могучей структурой будет заведовать генерал Остапенко Олег, он сейчас досиживает последние мгновения на табуретке заместителя министра обороны. И, соответственно, в его видение отойдут всяческие политические вопросы, то есть политика в космосе, переговоры с внеземными цивилизациями, дальняя космическая разведка, всяческие марсианские хроники, филиалы на Луне, освоение полезных ископаемых на Солнце. Ну и, естественно, размещение заказа на ракеты и спутники вот в этой самой союзной, теперь уже для них, корпорации. А сама корпорация станет подрядчиком данных затей и под руководством Игоря Комарова займется привычным и знакомым делом, то есть выпуском транспортных средств, но теперь уже для космоса. Это такие космические «Жигули». Нынешнего начальника, пока еще единой организации «Роскосмос» Владимира Поповкина, его, естественно, выкинут под зад коленом. Его обвинят на дорожку во всех неудачах, хотя, если смотреть правде в глаза, при нем ничего не сломалось. Вот все то, что упало, развалилось на куски или утонуло на дне моря, смастерили при его предшественнике Анатолии Перминове. Но это ведь Поповкин поссорился с Медведевым, это у них лично возникли терки по поводу бюджета. А бороться с аппаратом правительства в стране некому, и, соответственно, он получит коленом под зад. Но тут вот что примечательно, и Перминов, и Поповкин, и Остапенко, они все трое выходцы из космических войск. То есть все, в принципе, люди взаимозаменяемые. А Комаров у нас уникальный, он у нас один на всю страну. Он лично спас Волжский дважды автомобильный завод. И, как с придыханием говорит его персональная пресс-служба, он вывел предприятие из Клинча. Ну, что мы, естественно, с вами наблюдаем каждый день, особенно вот в свете дележа бюджета, когда 100 миллиардов АвтоВАЗу Путин пообещал. Значит, главным достижением завода в Тольятти теперь будет считаться натужная не только переделанная калина, улучшенная отредактированная, но вот и в качестве послесловия теперь у нас прогресс-м станет таким же успешно модернизированным и, естественно, традиционно достигающим те самые заграничные аналоги, с которыми Комаров тягался на земле. И, видимо, достигал. Представляете, теперь в этой связи новая программа освоения денег на космос. Там будет Калина Восток, Гранта Союз, Приора Прогресс. Блистательные совершенно перспективы. А Сергей Чемизов, протолкнувший Комарова на эту должность, он в свое время был знаменит тем, что со своей женой пытался освоить небольшой заводик по производству очень спорных по конструкции автоматических коробок для АвтоВАЗа. То есть стать подрядчиком АвтоВАЗа. Он не смог этого сделать, теперь есть шанс, что автоматическую коробку нормально поставят на какой-нибудь космический корабль. И полетят они, как миленькие. Ну, конечно, еще не полетят, подумаешь. При этом приписанные Комарову достижения на самом деле бумажные. Если посмотреть правде в глаза. У нас заявлен объем производства, он вырос. На самом деле ничего подобного, ничего не выросло, все стагнирует. У нас прибыль завода, на самом деле вот она как раз и является бумажной, потому что никакой прибыли у АвтоВАЗа нет. Не решен самый главный вопрос, качество. При том, что позвали уже второго по счету французского гастарбайтера, директора по качеству, который должен был гнать туфту. Специально пригнали для этого фофона, ничего не получилось. Но дело-то не в этом. Ведь основная доблесть Комарова, как генерального директора, в умении договариваться о деньгах. Вот сколько надо, столько получил. К тому же не забывайте, именно при Комарове АвтоВАЗ французам мы смогли продать два раза подряд. Вот это талант финансовый. И данное назначение, оно отражает гораздо более важную, более серьезную, более суровую тенденцию. Она не только в том, что вместо ракет мы теперь получим «Жигулей». Работающий, естественно, на 92-м бензине, заводящийся с толкача всем двором. Если надо, мы резинкой ее запустим от трусов. Мы, конечно, получим в перспективе ракеты, перекрашенные в желтый цвет для космического тест-драйва. Но ведь фишка в том, что Поповкин не поделил деньги, в первую очередь, с Рогозиным. Тот настучал Медведеву. Медведев подсунул нужную бумагу Путину. Путин кивнул головой. И в результате Чемизов посадил на финансовый поток верного и умелого экономиста Комарова. И теперь уже видна тенденция. Вот точно так же поступили с Сердюковым. Нужен был надежный человек на финансовые потоки. Выбрали самого надежного. Министерство обороны — это, конечно, не наукоемкое производство. А здесь на наукоемкое производство. Сажают человека из забора строительного предприятия. Потому что между тем и другим становится знак равенства. И теперь уже не важен результат. Важно, чтобы сидел на деньгах надежный человек. Чемизов посадил своего надежного человека с таким вот очень специфическим навыком. Талантливым навыком, но не имеющим отношения к продвижению вперед. И у нас ведь космос бескрайний. Туда сколько денег не кинь, они все улетят. Они все будут освоены. А у нас подросло новое поколение людей, которых пора бы посадить на кормление. Но все точки заняты. У нас денег на Земле уже не хватает. Вы видите, что происходит. У нас Медведев сказал, что все, мы проворовались. Мы разворовали Россию. Мы впервые за сто лет смогли сделать то, что было только в анекдотах. Теперь уже денег нет. А на космос деньги будут. Причем вместо одной структуры у нас будет создано две структуры. И, конечно, самое правильное, одну из них по производству подвижного состава для космоса отдать в руки человеку, который блистательно делает у нас в стране Жигули безупречные. У нас население, конечно, за это заплатит точно так же, как за саммит АТС, за Олимпиаду, за ненужную никому железнодорожную ветку Москва-Казань. То есть все это построится. И в космос мы полетим. Но результат-то будет как на автовазе. Вот что жалко. Перерыв на новом. На сайте, нервно относящемся к собственному имиджу, 5 баллов пробки. На Mail.ru 6 баллов. Но Москва более-менее движется. Поэтому можно еще прикупить себе десяточек автомобилей в прямом эфире. 65, 10, 9, 9, 6. Давайте попробуем. Сергей, здравствуйте. Вы открываете бал. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Алло. Здрасте, здрасте. Теперь уже говорите. Спрашивайте что-нибудь интересное. Я вам отвечу что-нибудь не менее увлекательное. Ну, хотелось, конечно, сказать большое спасибо вам за передачу. И за то, что вы знаете, помогаете нам выдавливать из себя раба. Просто немножко интересно я с вами познакомился совсем недавно с вашей передачей. Ехал как раз-таки в побежденной пробке. Ехали выдавливали из себя раба в одиночку, а тут бац, нас уже двое. Да, и вот, так сказать, попался ведущий, который, так сказать, я думаю, что достойный внимания с моей точки зрения. О, вы знаете, лучшие киллеры страны будут бороться за участие в этом тендере. Так что внимание мне обеспечено. Ну, будем надеяться, что тендер признается несостоявшим всей. Да ладно. А вот, знаете, такой вот вопрос. Интересует Opel Astra GTC от последнего поколения. Вопрос какой? Какой мотор к ней выбрать? Колеблюсь между 1.8 атмосферным и 1.4 турбонаддувом. И, так сказать, планирую использовать, ну, как бы планирую, вообще использую машину где-то 50 на 50. Это, значит, в городе 50 трасса поездки там от 400 километров и дальше. Ух ты, как здорово. У вас замечательное путешествие впереди. А вам GTC зачем? За то, что красивые две двери или за то, что хорошие настройки и немножко спорта? Вы знаете, скорее всего, на первом месте хорошие настройки и немножко спорта. И второе, конечно, внешний вид, ну, очень нравится. Ну, и плюс, там посидел. Так вы уже седой? Сергей, вы уже седой? Вы сели в эту машину и посидели? Нет, нет, я молодой достаточно, мне 26 лет. То есть вы не седой? Нет. Вы не так посидели, как можно было превратно вас понять? Нет, да, не так. Я посидел в смысле на сидении, и оно показалось очень комфортным. Оно нежно вас приняло? Очень нежно. Особенно в комплектации спорт, где там спортивные сидения с боковой поддержкой. Сергей, вы собираетесь на этой штуковине очень быстро и далеко за горизонт. 400 километров, причем, может быть, в один присест, а если повезет, то и больше. Ну, да, это минимум. Ну да, понятно. Вообще, такая физиологическая норма для человека — это 400 километров в день. Вот если он ее преодолевает, значит, он герой. Скажите, Сергей, вот для того, чтобы ехать на дальняк, лучше всего иметь длинную машину. Астра короткая. И если у вас путешествия за горизонт, и в том числе за границу, подразумеваются регулярные, то чем длиннее машина, тем удобнее и правильнее было бы на ней ехать. Вот с этой позиции вы машину себе не выбирали? Это я к инсигнии клоню, на самом деле. Ну, вот инсигния, она дороговато, конечно, будет. Конечно. С точки зрения. Конечно. Вот. Ну и плюс, как бы, Астра весит 1400, 1500, там даже GTC. И что? Именно GTC. Ну, вот, как бы, читал про нее то, что она устойчива достаточно. Она устойчива не потому, что у нее масса такая, а потому, что у нее подвеска отработана, и сзади у нее таится параллелограмм товарища Уатта. Да, есть такой. Такая экзотическая вещь, которая уже, по-моему, скоро лет 150, как отметим. И она в повороте просто молодцом, поскольку подвеска, с одной стороны, по конструкции не замысловатая, а работает как многорычажка. Гениальная совершенно конструкция. Но, значит, получается, что на дальняк вы хотите стрельнуть на спортивной машине, так, с упоением. Вам придется регулярно выскакивать из-под КАМАЗа в лобовую атаку и очень быстро обгонять кого-то. И вот здесь мотор 1.8, он лучше, он правильнее, он неубиваемый и он надежнее. Но задушенный под экологические нормы, он будет требовать от вас сноровки, тренировки и дрыгания ручками и ножками. А турбина, она этот плевок под колеса судьбе осуществит гораздо резвее, но проживет при этом не такую долгую, хотя и бесспорно яркую жизнь. И вот если вы отдаете себе отчет в том, насколько отличаются эти пирамиды между 1.8 атмосферником и 1.4 турбиной, то турбина для вас при осознании того, что ресурс у нее покороче, тем не менее будет полезней. Она и в городе вам поможет очень резво уехать от неприятностей к следующим неприятностям, а на трассе она вам будет большим помощником. 1.8 мотор великолепный, но, к сожалению, он требует сноровки. Если вы возьмете, тем более, коробку автомат, то с ним машина будет хороша, а вот с 1.4 турбой на автомате она будет еще и резва, то есть стремительно. Но, к сожалению, 1.8 они только с ручкой, там только 5 скоростей. Вот если вы возьмете 1.8 на ручке, то у вас эта машина проживет так долго, что даже успеет надоесть. Потому что мотор 1.8 очень хороший, и хотя у него количество лошадей на одну прибавилось, он когда был по евро 3, он был 140 лошадей, а сейчас он по евро 5, и у него 141 лошадь. Это такая порченная лошадка, ее нужно пинать шпорами, хлыстом, если можно, еще шамбарьером. Но как раз у вас шамбарьер в руках называется пятиступенчатая коробка передач, потому что коробка хорошая, она с этим мотором. То есть переткнулись на третью, раз, и как та самая резиновая женщина из-за анекдота свистнула и улетела куда-то. Получится здорово. 1.4 просто резвее, но он подразумевает в том числе автомат. А вот 1.4, например, на трассе у меня просто сейчас у самого 1.4 атмосферная. Хендаверно, если интересно. Да, интересная у вас машина. Да, интересная машина, но вот 1.4, например, когда по трассе едешь и включаешь кондиционер, то тут только в хвосте за кем-нибудь плестись, никаких обгонов. 1.4 с турбо такой же будет в поведении, либо еще нет. Совершенно другой. Ну что, вот как раз турбина вдохнется, у него жизнь. Вот ваше сочетание 1.4 атмосферник на Hyundai Accent, который он же верно. Это у чехов, у них ведь язык очень близкий к нашему, и там только слова немножко звучат по-другому. У чехов есть великолепное название скорого поезда, рыхлик-ложковый. И вот это верно, 1.4 атмосферник с включенным кондиционером, это такой рыхлик-ложковый, просто невероятно. А 1.4 турбо, ну что вы, это самолет. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Вопросик. Пожалуйста, конечно, конечно. Присмотрел Туарек, машинка очень понравилась. Ну, наконец-то. В какой комплектации? Хотел бы взять на пневмо. Так. А с электробареком обогревом переднего стекла. Правильно. А моторчик дизель? Дизель-бензин? Вот по этому вопросу он вам звонил. С одной стороны, дизель понравился больше, как он себя ведет в дороге в городе. Отлично ведет себя, просто великолепно. Согласен. Но опасаюсь, дизель лег. Солярки опасаетесь, а не дизеля, скорее всего. Ну да, да. Потому что сам ТПСМ мотор очень хороший, но наша солярка, она непредсказуема. Если не будете ездить по совсем уже козлиным тропам, там, где Василий Арибабаевич разбавляет, сами знаете, чем бензин и топливо, то, в общем-то, шансы есть. Потому что Туарек, самый правильный Туарек, он, конечно, турбодизельный. С тем самым оффроуд пакетом, где у него есть в раздатке понижайка, он превращает машину в просто завораживающий универсальный аппарат, позволяющий одним кроссоверным приобретением получить сразу еще и внедорожник для разных путешествий вне дорог, маршрутов и географии. На хорошей-то резине, ох, вы на хорошей резине сможете заехать туда, к УАЗику, привет ему передать. Я, по-моему, лично говоря, не рассматривал внедорожный пакет, то есть не будет достаточно по тем дорогам, по которым я езжу, то есть обычная комплектация. Тогда у Вас, собственно, разница получается в крутящем моменте. У Вас будет дизель в этом отношении более таким надежным, он будет Вас хорошенько толкать уже с малых оборотов. Бензинка, все то же самое сделать, немножко с другим расходом топлива. Если Вы берете его без оффроуд-пакета, то есть Вы берете большую, хорошую легковую машину повышенной проходимости на полном приводе, спокойно возьмите бензин, Вы же, тем более, не гонщик, поэтому у Вас сурового расхода топлива не получится, но зато Вы точно знаете, что что бы Вы туда ни залили, даже пусть это будет бритш-петролиум или, не дай Бог, лукойл, и все равно она это переварит и выживет. Я Вас понял, благодарю. Приятные хлопоты о туарегах. Александр, здравствуйте. Алло, алло. Алло, добрый день. Здрасте. Хотелось бы поинтересоваться, что такой автомобиль Ситроэн ДС-5. ДС-5. ДС-5 это красота. Ситроэн. Это тот самый, когда Вы едете, а на Вас все так аккуратненько смотрят, иногда показывают пальчиком, девушки млеют, и Вы первый парень на деревне. Круче Вас может быть только джип Рэнглер, на который смотрят все и всегда. А ДС-5, и если Вы еще туда эту барышню заманите, она разомлеет в этом дизайне красоте, потому что он, автомобиль сделан не для того, чтобы он шикарно ехал, а для того, чтобы он окружал великолепием модного гарнитура и богатой гостиной своего заботливого владельца. Машина сделана для эстетики и комфорта. А двигатель? А любой. Вот какой будет, вот такой берите. Потому что, знаете как, ну, естественно, туда засунули и дизеля, что абсолютно правильное, и бензин всякий разный. И вот этот треклятый 1.6, который в том числе там встречается, и он у них в великолепной степени форсировки до 150 лошадиных сил, это тот самый мотор, который погубит концерн ПСА целиком. Вот именно из-за этого мотора у концерна ПСА на таких рынках, как наш, продажа закончится до нуля. Перерыв на новости. Какое редкостное единодушие. Паритет. Оба сайта полагают, что у нас в пробке 7 баллов. И тот, который истеричный, и тот, который Mail.ru. 6510996. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Здрасте. Да, здрасте. Такой вопрос, самый, наверное, часто задаваемый вам. По поводу маленьких кроссоверов. Сейчас езжу на SX, знаю ваши отношения к нему, но, честно, всегда обрывистый какой-то, говорит, что плохо-плохо. Но никогда не слышал программы, когда вы говорили полностью об этой машине. Была такая программа или нет, в записях можно найти? Наверное, можно. Про SX-4, который Suzuki, про нее знаете ли... Не-не-не-не, не SX-4, а SX Mitsubishi. А, SX, ну про SX. Знаете, SX это машина, чрезвычайно важная в нашей стране для того, чтобы доказать несостоятельность автомобильной журналистики. Автомобильная журналистика в нашей стране никому не нужна вообще. И это доказал именно SX, потому что нету ни одного издания, которое его не обругало бы. То есть все журналисты, даже самые лояльные, даже те, которые лежат в задницу Рольфу и Mitsubishi, они сквозь зубы сказали, что хуже, нету ничего. А продажи говорят, что людям по барабану. Они это не читали, они ездят и им подходят. А Mitsubishi IS-X это машина, которая за первые 30 секунд своего существования получила сразу два капитальных ремонта силами завода, то есть два рестайлинга. Ей переделывали подвеску, переделывали подвеску, потом ей переделали подвеску, потом ей переделали подвеску, а потом ей сделали подвеску и переделали подвеску. И после этого она, наконец, стала ехать. Сильно лучше она не получилась. У нее по-прежнему очень странные моторы, непонятные коробки, довольно пугающий салон. Но людям нравится, люди в восторге. Поэтому какая разница, говорил ли я чего-нибудь про нее доброе или, наоборот, недоброе? Ну, слава богу, коли вы так говорите, что говорили доброе или недоброе. Честно скажу, что она мне не нравилась с самого начала, когда я ее купил. Сейчас отъездил полтора года. Она также как бы мне нравится, ну вот на уровне того, что у меня был раньше девятый лантер, который, мне кажется, нравился всем. И сейчас хочу поменять автомобиль. Честно, поездил по салонам, не вижу альтернативы. Даже Mitsubishi SX. Вот примерно там взять за те же самые деньги. Но все либо то же самое, либо с чем-то, не знаю, с какими-то роботами. Но я посмотрел YETI. Мне нравится салон. Мне понравилось, что они там ездят за 10 дней. Мне устраивает полностью размер автомобиля. Но я не понимаю, зачем там DSG? Зачем там турбина? Почему мне сделать все проще? Что, как вы думаете, какая альтернатива вот этому маленькой машине? Но с плавным приводом. Понимаете, какая штука, Дмитрий? Вы в любом случае не проиграете. Поскольку по-прежнему хуже, чем Mitsubishi SX. Пока еще ничего в нашей стране не продается. Дальше идут только Жигули и китайцы. Но Жигули, ладно, они сейчас в космос полетят. Спасибо Комарову. Он сейчас будет на Жигулях бороздить просторы Большого театра. Да, сегодня читали, да. Великолепная новость. Мне очень понравились комментарии. Потому что многие подумают, что сегодня просто 1 апреля. А SX, от него избавление этого блага и любая другая машина будет лучше. Даже если вы возьмете все тот же Qashqai, да еще красного цвета, купите себе белый iPhone. Не-не-не-не, нельзя, нельзя, ну и что. Ну, да, наверное. Это стереотипы опять, но честно, вот на мой взгляд, тот же самый имидж SX, так или иначе, да, когда там люди видят его там на улице или что-то такое, или когда ты едешь по ночной дороге с этими шварами, то охот не пускают. Вот я ездил на Qashqai, ездил на Sportage, ну, честно, едут одинаково машины. Ну, нифига не лучше Qashqai едет. И по салону, ну, то же самое, ну, откровенно, то же самое. Может быть, там какие-то есть нюансы с климатом, да, потому что Mitsubishi, я не знаю почему, но они ставят какие-то идиоткие климатические системы. Это правда. И сейчас они там, может быть, что-то переделали, но по финалу, мне кажется, одно и то же. Но машина по расходу бензина, по всему остальному, ну, они одинаковые. А мотор какой у вас? Ну, Qashqai, чем он лучше? Двушка. О, ну, с двушкой он хотя бы может отлепиться от жвачки, которую кто-то бросил на асфальт. Это уже серьезный прорыв. Я ни разу нигде не застрял, хотя, ну, люблю там рыбачить, да, что-то такое, зимой где-то там поездить. Ну, естественно, без стелены, без фанатизма, да. То есть он не сломался, то есть там ничего там такого там критичного, да, плохой металл, да, непонятно зачем пластиковые крылья. Но какая трансляция, что взять-то, Сереж, скажите? Только к вам в доверие. Дмитрий, так ведь нечего же. Ведь нечего. А? Ведь нечего же. Ничего такого нет. Тем более, вам же Ликсутов сказал, что вы москали-клятые, которые сожрали всю мою колбасу, пока я себе копил на Ламборгини, в ближайшее время столкнетесь с ситуацией, когда вам машина будет не нужна, потому что вы не сможете выехать из двора. Если вы читали его интервью, когда он тут приподнял-забрал и пошел пообщаться с москалями-клятами. Они у него спросили, что будет дальше, он сказал, а дальше вам будет конец. Вот, собственно, вся и перспектива. Поэтому мы с вами будем ездить на автобусе. Ну, тот самый автобус, который мы будем толкать руками, потому что он слегка сломался, чуть-чуть не заводится. Вообще он на газу или на электричестве. В силу очередной программы освоения бюджета московскими властями. После АСХ, поскольку любая машина не является рискованной, то вот первое, что понравится внешне, вот по принципу красоты, эстетики. Вот именно это и спокойно можно брать. Оно будет на голову выше. Реально по конструкции, вот, например, автомобиль, который очень сильно выигрывает у АСХ, это Сангенка Акцион с двушкой. Неважно, дизельная она или бензиновая. Вот эта машина, она сделана на недосягаемом для Митсубиси уровне. Почему? Потому что превзошли, потому что по технологии, по мотору, по подвеске, по фантастической совершенно шумоизоляции. Вот тише, чем эта машина, но только Peugeot 508, но она просто в другом классе. Вы лазили по этому аппарату, зверски дорогому обслуживанию? У него чудовищный совершенно ценник, абсолютно фашистский ценник по обслуживанию, что очень жалко, это отпугивает клиента. Но сам по себе Акцион, настолько грамотно сделанный аппарат, причем с очень хорошей, назначенной мощностью двигателя в 149 лошадиных сил. Представляете, насколько грамотно ребята сработали? 149, специально под москвичей, под нашу налоговую ставку, то, что свыше 150 и уже дороже. Едет он очень интересно, в нем здорово, комфортно. Да, вопросы есть по ресурсу, сколько эта конструкция проживет. Но он как раз, ну, буквально раз в 100 лучше, чем ASX. Другое дело, что его не любят... Ну, вопрос есть еще к имиджу. Ну, так или иначе, ну, не знаю, ну, не стыдно, ну, как-то западло, что ли. Да, есть такой момент, есть. Но вы ищете себе имидж или хорошую машину? Если вы ищете себе имидж, тогда купите Touareg. В крайнем случае, его младшего брата Тигуана. Вот уж имидж. Volkswagen, да, это тот самый случай, про который Александр Пикуленко с Эхромосквой говорит. Если не знаете, что купить, покупайте Volkswagen. Он прав. В Volkswagen, знаете как, вас никто не упрекнет. Вы же не купили себе заднеприводный X1, только потому что это BMW. И убились на первом же телеграфном столбе, поскольку эта штука не едет. Или какой-нибудь, не дай бог, Infiniti X25. Да нет, нет, нет. По BMW, кстати, я хочу сказать, что они сейчас дают очень-очень славные дисконты на дизельные калининградские машины с полным приводом. То есть можно взять в приятной комплектации за миллион триста машину. То есть они готовы давать там за 250 дисконт тысяч рублей, да. То есть там чуть ли не больше, если попросить. Это реально так. Да, к Новому году они будут еще более сговорчивые, потому что BMW, например, по сию пору приторговывает тайком так тихонечко-тихонечко машинами 2012 года. А у нас тут через пару месяцев уже 14-й наступит. Представляете, какой супер востребованный премиальный сегмент, который у нас по статистике просто расцвел невероятно за этот год. У них у всех. Там, к сожалению, медный тазик прилетел. И когда вы под Новый год придете с мешком реальных денег, то машина, которая миллион и три, вы придете с миллионом и скажете, ну? Они скажут, ну, Дмитрий, забирайте, только не говорите никому больше. И вы спокойно уедете на этой машине, да. Это так и будет. Но вы получите такой же точно вырубленный из куска пластмассы, как у ASX-а салон. И блистательное ощущение, что вы не прогадали, выгодно вложив деньги в машину, которая, ну, мягко говоря, не самая удачная в BMW. Да, это все понятно. Ладно, Сергей, спасибо вам большое за то, что пообщались со мной. Очень приятно. Спасибо вам. Правда, много слушали вас на «Маяке». На «Маяке» сейчас, конечно, Кузичева нет смысла никакого слушать. И он потерял от того, что там вы ушли, очень многое. Но, слава богу, что вы нашлись на «Финаме». Поэтому сейчас с шести до семи мы всегда с вами. Вот сейчас стою, подъехал к дому, стоял, с вами общался. Очень-очень приятно. Жалко, что вы мне не помогли. Но понятно все, что нужно просто поменять машину и не думать. Ладно. Спасибо вам большое. Очень-очень приятно. У нас в «Курилке» так и принято. Мы возле вашего дома пообщались. После чего вы спокойно пошли себе купить нормальную машину вместо того лаптя, который был у вас. Олег, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Слушаю тоже вашу передачу постоянно. Вот, очень, особенно первую вашу часть, где вы высказываетесь на текущие проблемы нашего государства. Чисто автомобильные проблемы, знаете, вот тут вот директора «АвтоВАЗа», наконец, поменяют. И, кстати, будет интересно, кого назначит. Если француза, значит, у «АвтоВАЗа» есть перспектива. Если нашего, значит, все, конец, значит, это покойник. Вот это будет любопытно сейчас, какая коллизия здесь. Посмотрим, посмотрим, увидим, как говорит. Да, 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 это точно. У меня вопрос по поводу автомобиля. «Хундай Аванта» — это корейский автомобиль. Купил я его в Корее. Еще год назад. Вот езжу на нем год. А что значит, Олег, секундочку, а что значит, купил в Корее? Вы в Корею поехали или его выписали оттуда, как книгу? Выписал оттуда через своих знакомых. Мне просто дали человека, ну, точнее, не человека, а дали организацию, которая занимается поставками этих автомобилей в Россию. Да, да, да. У нас очень много корейцев теперь приходят вот такими окольными путями. А мотор вы какой взяли? 1,6 «Джедай». И как? Ну, в принципе, очень доволен этим мотором. Но, правда, один минус. Он немножко шумноват. Ну, эта машина, скорее, шумновата, а не он. Ну, у меня немножко он тюнинговый вариант получился. Значит, я просто поставил там систему выхлопную, спортивный вариант. Там у них есть. Ха-ха-ха три раза. Странно, действительно. А что это так шумно сразу получилось? Удивительно. Ну, в принципе, да. Сделали дополнительную шумоизоляцию салона. Вот. А сколько вы, Олег, простите, а сколько вы выиграли в деньгах вот от этой манипуляции с тем, что купили не у нашего? Я взял машину в топовой комплектации с дополнительным тюнингом и со всеми делами. Значит, она мне обошлась в Москве в 850 тысяч. А если бы вы брали у нас здесь, то сколько бы вы потратили на... Значит, здесь голая Elantra стоит 850 тысяч. Да. То есть вы тут под ключ с растаможкой, с нулем на спидометре получили машину, которая по большому... Нет, с нулем на спидометре не получается, потому что там очень хитро сделано. Машина должна сначала оказаться под корейцем. И на машине на пробег должен быть, ну, там, хотя бы километров 10-20. Но она проехала? Да, она была с небольшим пробегом у меня. Где-то в районе полутора тысяч. Ну, это неважно. Приравняем к нулю, поскольку есть ощущение, что это был не тот корейц, который на ней куда-то быстро ехал. Нет, абсолютно нет. Машина пришла в целости и сохранности. Единственное, конечно, на Владивостокской таможне ее немножко поцарапали. Не без этого. Ну, минуточку, Олег, вы москаль клятый или кто? Да. У Владивостокских вы сколько колбасы съели, пока они голодали по карточкам? Вот все-таки небольшое возмездие вас настигло. Да, есть, не без этого. Да? Вы живете на Красной площади, с видом на море, в Сосновом бару, в пятикомнатной квартире. Царапина на машине, это так. Это все, что они смогли вам предложить. Ну, да. И была, конечно, украдена очень жалкая карточка от мультимедийной системы. Со всеми прописанными. Талантливо нагадили. Да. Вы ее восстанавливали или вам пришлось перепрошивать все? Перепрошил, нашел здесь человека на сайте, есть же форум определенный. Вот по форуму нашел ребят из Читы. Вот этот молодой человек мне помог все восстановить и перепрошить уже под нашу систему, под российскую. Вот тут Чита несколько напрягает. Вы к ним в Читу, они к вам или это вы в интернете? Нет, все по интернету. Все по интернету. Замечательно. Ну, да, тот регион славится тем, что люди там очень хорошо адаптируют Азию под нашу с вами могучую Европу. Да. И, в принципе, я доволен. Единственное, только не сделали, телевизор не работает в этой машине, потому что у корейцев немножко другая система кодировки. Она совсем другая, просто кардинально другая. Просто в принципе другая. Да. Вот единственное, что на этой машине не работает. Это был блистательный рассказ Олега, которому пожелаем счастливых километров новости. Сообщение на сайт по поводу Лексуса, того самого 200-го, сделанного из Приуса. Цель покупки, экономия бензина, налога и всякие экономии, при этом качество, которое обещает Лексус. Так вот, качество, которое обещает Лексус, естественно, точно такое же дутое, как и все, что вам обещает Лексус. Это нормальная Toyota Prius. Toyota Prius, как гибрид, очень неплохо отработана. Она наконец-то стала приносить прибыль производителю. И последнее, что в этой машине сломается, в Prius вообще, это ее как раз электрическая часть. То есть и аккумуляторы, и все остальное, что связано с реализацией вот этой самой гибридности. В целом, машина, как любой Prius, она перетяжелена. На этой штуке надо уметь управлять, но на ней очень интересно, потому что мультики, которые она показывает с утра до ночи, они достойны развлекания в пробках, развлечения в пробках, на трассе. И очень любопытно смотреть, какой поток куда идет, где у тебя рекуперация, какая у тебя экономия чего бы то ни было, какой ты весь из себя эколог. Замечательно. Вот для того, чтобы свою жизнь автомобильную превратить, наконец, в приложение к iPhone, эта машина подходит идеально. Если вам нужно нормальное транспортное средство, знаете ли, в конце концов, какой-нибудь Solaris честнее, правильнее и интереснее. И вообще идея гибридов, она по сей пору не получила серьезного распространения именно потому, что нормальные бензиновые дизельные машины, которые не стоят 40 тысяч долларов, в отличие от этого агрегата, умеют ездить интереснее, правильнее и лучше. Но, если у вас беленький iPhone, и очень хочется пальцами постоянно иметь контакт со стекляшечкой, который вас развлекает, 200-ый Lexus подойдет идеально. 65, 10, 9, 9, 6. Так, Василий, здравствуйте. Алло. Добрый вечер, Сергей. Здрасте, Василий. Низкий поклон. Взаимный. Ваше творчество. Сергей, у меня такой вопрос. Сегодня на своем фокусе первом разменял пятую сотню тысяч, ну, то есть 400 тысяч на каталке. Ух ты, с каким мотором? 1,6, дюротек, по-моему. Замечательно. И что вы за эти десятилетия эксплуатации первого фокуса поменяли в своей машине? Ну, так глобально, честно говоря... Ничего. Ничего. Ездят, ездят, заводят. Понятно, что все поменял, но двигатель, ну, едет. Генератор поменяли? Сцепление поменяли? Конечно, конечно. Генератор, сцепление, ну, все, в принципе, по кругу. Раз по кругу, два по кругу, три по кругу. Полет нормальный. Ну, да. Василий, а вы можете до миллиона вот это все догнать, а потом приехать к Форду так небрежно и поменять на какой-нибудь Эксплорер девятый? Ну, потому что вы патриот фирмы, и вас встретят под аплодисменты, дадут вам розочку, погладят по головке, угостят тортиком. Ну, как это обычно делается. Боюсь, что моих нервов уже не хватит, потому что последние 50, наверное, тысяч. 50 лет этого Форда? 50 тысяч пробега этого Форда. Вот, они все-таки выносят мне мозг. И кошелек немножечко. И кошелек, да. Нормально так выносят. Вот, и все-таки решил купить автомобиль полноприводный. Я сейчас смотрю на Дастер, вот. И вопрос такой, по дизелю, хочется по дизелю. Ну, да, то есть простенькая машина достаточно, но хочется полноприводную. Вот. Я просто слышал ваш лестный достаточно отзыв вообще про Дастер. Вот, но по дизелю как-то то ли вскользь, то ли... Знаете, дизель у него потрясающий. Это тот самый 1.5 дизель, на котором катается по обыкновению половина Европы. Он ставится под кучу разных капотов, не имеющих отношения к логотипу Renault. Многие делают вид, что это их собственная разработка, но на самом деле это он, наш родимый Renaultшный. Крайне удачный мотор, при том, что у него, казалось бы, маленький объем. Он очень работоспособный. Он обещает машине приличную динамику. Ну, у него, правда, коробка передач очень хорошая, еще грамотно сделанная. И вы именно с этим дизелем не пропадете, в принципе. Либо 2.0 бензинка, либо 1.5 дизель, вы получаете универсальный аппарат. Никто не знает, хватит его на 400 тысяч, на 500, на 600, на 700 или нет. Но то, что вы будете королем дороги и даже ближайшей грядки, вот это бесспорно. Очень грамотный автомобиль. Он и сам по себе удачно сделан для нас, для нищих, убогих, сирых. За что спасибо французам и заодно немножечко даже румынам. И по дизельной версии он, конечно, очень в масть пришелся. Признателен французам за то, что они взяли такую машину для нас и сделали. Для турок, для нас. Молодцы. Салон, конечно, кричит о простоте. Знаете как, не везде. В этом салоне, если посмотреть торпеду, еще ничего. Если глянуть между сиденьями, там, конечно, оттас полный. Все эти торчащие там какие-то потроха, вот эти странные шатающиеся туда пластмассовые подпорчики под стаканчики. Но есть куда положить фотоаппарат, мобильный телефон, пристроить всякие антирадары, накидать туда карт, бумажек, поставить стаканы. В принципе, жить в этой машине очень даже приемлемо. Хотя, конечно, ну, нужно же было на чем-то сэкономить. Вот на этом сэкономили. По технической части, молодцы, даже муфта у них полного привода не греется. То есть она борется до последнего и сдается в последнюю очередь. За что им спасибо. Ну, и вам спасибо. Еще один такой вопрос, короткий. По солярке. На той неделе у меня тесте заправил спринтер на заправке, при том широко рекламируемый. Скажите, какой? Предупредите людей, где это счастье разливают по бакам. Не хочется ваших рекламодателей обижать. Вот, поэтому... У меня, простите, минуточку, Василий, у меня нет рекламодателей. И не бывает. Да. Понятно. Вот, ну, хочется с ней полюбовно еще что-то решить, попытаться... Не получится. Так, и что? И чем все кончилось? Чем все кончилось? 50 тысяч рублей. На неавторизованном центре. Промывка, ну, всего. Ага. Ну, ничего, нормально. Машина-то хрюкнула и поехала дальше? Ну, она хрюкнула, поехала, хрюкнула и встала. Вот, то есть там все настолько плохо сказали, ребята, даже соляркой не пахло. Вот, то есть неожиданно абсолютно такой косяк на... Такой уважаемой заправке. Да, на такой уважаемой заправке. Поэтому, ну, как бы с дизелем, на самом деле, все нравилось вот до этого случая. Теперь как-то боязно, не знаешь. Василий, тогда двойной бензин. С бензинкой все будет проще, потому что она, сами понимаете, яду хлебнет, но не в таких дозах, чтобы умереть. И поедет ли она не... Ну, только 2.0, потому что 1.6, это, конечно, другой мотор, это другая езда. А на 2.0 вы сразу трогаете со второй передачи. Первая у вас становится нулевой, такой ползучий для преодоления бездорожья. И на двушке вы отлично, отлично совершенно едете, как хотите. Просто рука немножко непривычно. Трогаться со второй, это надо как-то иметь в себе немножечко другие настройки в голове. Потом привыкаетесь. Есть, есть такое. Да, вот, к сожалению. Ну, либо первая, но она просто такая короткая, что в нее прямо упираешься грудью, как будто на ремнях повис, как сбитый летчик. Но Дастер правильная машина. И поскольку уже есть в семье негативный опыт с докшевым спринтером, ну, не надо его повторять. Надеть себе мужество купить 2.0. Хотя, конечно, недаром. Недаром, получается. Полина, здравствуйте. Да, добрый вечер, Сергей. Как приятно вас слышать. Мы так обрадовались, что даже замерли, Полина. Вы по поводу меня, я по поводу вас. Говори. У меня вопрос по поводу папы. Он 60 лет сел за руль и чудесным образом купил у меня мою первую машину Opel Corsa на автомате. Сейчас вот Косе исполняется 6 лет. Вроде она еще ездит, но хочется папе уже машину побольше. А папе сколько исполняется, 66? Нет, 61. А, то есть папа покатался на пятилетней машине один год, у него выросли крылья, чувство свободы. Да, да, ну, даже уже полтора, наверное, года. Полина, вы замечательно. Сначала папа вас вырастил, потом вы папу. Это хорошо. Как-то так, да. Поработала даже в роли инструктора и, скажу впечатление, были не самые кредитивные. А, вы почувствовали? Полина, что такое блондинка за рулем, вы наконец поняли на примере папы. Да, да, именно так. Вот. И в наличии есть где-то 1800, хочется машинку побольше, поскольку они ездят в основном по Подмосковью. Из одного города до другого города на работу. Ну, иногда на дачный участок, который там находится в двух километрах от дома. Просто нужен багажник побольше. Может быть, машинка, чтобы была чуть повыше по нашим ямам, канавам. Поскольку дороги там не ремонтируют. Вот. И ямки такие сантиметров по 10 бывают. Ну, совсем большого багажника вы за 800 тысяч не получите. Но, в принципе, вы можете замахнуться на такой супер внедорожник нашей страны Рено Сандера, у которого дорожный просвет и хода подвески позволяют ездить по тому, что мы называем дорогами. И причем это... Понятно, а он... Не сломается он? Ну, я сильно подозреваю, что донашивать будете вы за папой. Потому что так вот, чтобы вот он сломался, в нем кое к чему придется привыкать. Но папа ваш человек мужественный. Он любит совершать подвиги в любом возрасте. И сама по себе машина сделана неплохо. И самое главное, что ее пока еще не перенесли производство на автоваз. Многократно краснознаменный, дважды автомобильный. Поэтому машину безопасно брать. Косяки могут быть, но в целом очень правильная машина, она ведь рассчитана как раз на действительность между нашими двумя городами. В одном из которых ваш папа живет, а в другой работает. То есть на безобразие, на буераке, на отсутствие дорог и на заявление префектуры о том, что все хорошо и дороги ровные. Вот именно на это она рассчитана. Она сделана для нищих, для убогих стран. Каковой мы и являемся. Поэтому на нашем бездорожье Сандера молодцом. Можно взять Сандера Степвей. Там еще добавлен у него пластмасса по кругу, чтобы нежно притираться к заборам, к соседним машинам, к собачьим будкам. И по этому поводу не страдать, поскольку подумаешь царапины. Либо вы должны уходить в сторону какого-то серьезного полного привода. Тот же самый, например, Дастер, о котором мечтает Василий, позвонивший перед вами. И вы за 800 тысяч получаете машину просто идеальную. Потому что в ней и багажники есть, и колеса. А вот если чуть дороже в Сузуки Гранд Витара, вот под Новый год, там не будет скидок, чтобы, может быть, тоже можно попробовать. Будет, будет. Либо там получится... Будет, будет. И в том-то и дело, охотьтесь в таком случае на Сузуки Гранд Витару, она того стоит. До завтра.